всем привет меня зовут рина добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу протестировать несколько продуктов так как у меня вы сами видите достаточно отекшее лицо я попыталась максимально сделать что-то с этим насколько смогла убрала отек сделала сегодня маску от darling охлаждающую в принципе она придала достаточно неплохой цвет лица отеки понятное дело не уберутся пока не пройдет сезон аллергия но я думаю это можно перетерпеть сегодня я хочу протестировать несколько продуктов это новая коллекция вин сабон у меня есть несколько продуктов на канале в телеграме у меня уже есть свочи на эти продукты это вот такие вот палеточки для лица и для глаз также есть бальзам блеск для губ аура есть хайлайтер жидкий и есть средства для бровей и сейчас нам больше всего мне интересно средства для бровей потому что здесь есть маркер есть гель фиксирующий мне очень интересно попробовать вот этот праймер от холика холика солнцезащитные также хочу взять от мэйбелин перфектор 4 в 1 и консилер культура сияние от rbg все продукты взяла достаточно легкие для того чтобы не перегружать лицо ярким макияжем ну что давайте приступим в самом начале я хочу нанести праймер солнцезащитный от холика холика носить его буду просто пальцами распределять так как это солнцезащитное средство понятное дело что совсем каплю его нанести не получится поэтому наносим его вау серьезно а то есть начали стоило попробовать это на руке ну ладно умоемся праймером солнцезащитным че там сейчас тренд умываться тональным кремом мы умоемся солнцезащитным праймером на самом деле очень приятное ощущение от него главное распределить так чтобы все это не было раз везде конечно оставляют белый след не ставлю на шею очень приятные от него ощущения я не могу сказать что у меня есть ощущение какой-то дикой жирности правда лицо выглядит очень забавно возможно если наносить его совсем чуть-чуть будет другой эффект но все-таки мы с вами говорим о солнцезащитном средстве и нанести его буквально капельку я смысла не вижу в принципе пойти в таком виде куда-то но может быть попробую немного поярче сделать свет и похолоднее и вернусь ну да так куда лучше но на самом деле неплохо он выглядит на коже в качестве просто солнцезащитного средства очень приятная на коже я очень не люблю это солнцезащитные крема очень жирные пыталась некоторое время пользоваться биорэ по моему солнцезащитной эмульсии но она мне просто адски высушивала кожу поэтому я не смогла ее пользоваться я решила взять протестировать еще одно средство это пилуи и маска для губ меня немного отвлекли и пока я отвлекалась я до нанесла маску очень приятное ощущение она легла очень таким тонким слоем тоже нет абсолютно никакого жирного ощущения очень такая нежная мягкая текстура очень приятный аромат далее я хочу нанести консилер от rbg это вот такой вот консилер наносить я буду его исключительно пальцем потому что боюсь что спонжем сейчас это не ряжет адекватно наносить я буду прямо под глазом просто вбивающими движениями но не удивительно что он освежающий потому что такой лососевый лососевый тон я боюсь что сейчас я не успею нормально докраситься потому что нужно будет сходить сейчас по делам поэтому наношу и на века тоже на ботонируем и то же самое на втором глазу делаю перекрывает достаточно неплохо не могу сказать что это прям супер какая-то сильная пигментация но достаточно хорошо текстура очень приятно он так очень тонко распределяется ну такой вот легкий освежающий эффект получился далее беру тональное средство от Maybelline перфектор 4 в 1 наношу сразу же на лицо я не знаю подходит ли мне оттенок тестера к сожалению в магазине не было поэтому вот брала так понаити какой же он темный обалдеть ладно кстати поняла одну вещь праймер который мы с вами наносили солнцезащитный он дает он очень сильно мне высушил кожу прям некрасиво лежит на коже он а вот средство от Maybelline сейчас я практически на коже не вижу наношу его такими вбивающими припечатывающими движениями чтобы не снять предыдущий слой мне кажется что абсолютно все впечаталось в спонж может быть его пальцем стоит наносить давайте попробуем конечно нет пальцем еще хуже у него такая силиконовая основа если честно он это средство мне совсем не нравится это какой-то кошмар он ничего не прикрывает он больше похож просто на праймер давайте попробуем нанести на руку вот нанесла буквально чуть-чуть распределяем как-то так это выглядит по идее это должно выглядеть хорошо но выглядит как-то если честно немного странновато еще кажется у меня достаточно сильный пересвет я немного поиграю со светом чуть попозже ладно пока что оставляем это таким образом занятное средство возможно есть смысл чуть позже его еще протестировать но если честно желание не особо так далее я беру средство для бровей от брови гелем дадим немного подсохнуть ему и потом уже будем нанесить маркер он кстати очень хорошо укладывает очень очень мне нравится кисточка кстати очень красиво вложил бровь и то же самое проделываем на второй брови даю бровям буквально подсохнуть пару минут какая же все таки красивая у него упаковочка смотрите тратить эти сумки и далее беру маркер и начинаю прорисовывать вначале нижнюю границу кстати маркер мне очень нравится такой прям достаточно жесткий сам стержень и очень легко им что-либо прорисовывать вот я прорисовала одну бровку хорошо очень рисует мне очень нравится очень нравится цвет да сейчас он выглядит ярковато но после макияжа глаз я думаю это будет как раз хорошо и и наверное я сразу же нанесу гель еще разок чтобы немного счесать то что лишнее на бровях по цвету получилось и сделать такую небольшую небольшую растушевочку да смертельный номер конечно первый раз прочесывать незнакомым гелем для бровей потому что несколько кусочков предыдущего слоя геля отвалились не очень красиво смотрелось смертельный номер повторить все на второй стороне я прорисовала второй бровь вроде бы получились более-менее симметично здесь немножечко не хватает самого кончика и там же прочесываю гель ну брови готовы небольшое прямое включение чтобы показать как сейчас выглядит кожа кожа очень сухая у меня только брови на лице как это выглядит не очень красиво конечно ничего не прикрыло этот тональный средств но сейчас на моей коже ничего красиво смотреться не будет но ну что я снова вернулась с момента нанесения прошло уже примерно полтора часа здесь были очки следует мне конечно же остались ну в принципе выглядит это нормально я ни разу не припудрилась но и прикрытия если честно практически никакого нет то есть все мои красные места они так и остались но что ж будем знать что есть такая особенность у данного средства и оставим его в покое возможно чуть позже попробую еще разочек и так приступим к яжу глаз я возьму палеточку я думаю что начнем мы с вот этого растушевочного далее нанесем вот это вот в уголок глаза возьмем какую-нибудь сияшку наверное даже я вот эту вот хочу взять она вон красиво очень мерцает приливается немного духовно я пока что не очень только понимаю с вот этими оттеночками что делать скорее всего они пойдут в уголок глаза наверное даже давайте попробуем сделать два разных глаза потому что я вряд ли еще захочу ею пользоваться а нужно попробовать и посмотреть что она из себя представляет итак возьму кисть айси от небледной возьму вот этот вот оттеночек и нанесу его в складочку набирается хорошо пылят очень сильно набираются немного разровняю веко вот скатался консилер консилер практически не захотел фиксироваться какая пигментация обалдеть наношу их сейчас без базы потому что если честно забыла про базу отличная пигментация я если честно не ожидала такого хорошо наносится хорошо распределяется никуда не залипает еще раз его чуть-чуть поднаберу и еще немного поднаслою во внешний уголок складки вот так подрубит мне кажется достаточно неплохо так далее я возьму я возьму кисть от тенями и если честно мне очень нравится на удивление и немного есть меня любите меня чё сидите без дела не мешай пожалуйста котик будет значит сидеть мне на руках и помогать краситься у нас тут еще один матовый же самый светлый думаю что это самый светлый нанесем так далее я хочу взять кисть 09 от шик давайте возьмем тот самый светлый оттеночек и я хочу его нанести много все оттенки стряхиваю много набирать и завожу по центру дать много градиента он очень белёсый оттенок отлично это сати я уже забыла что это сати много завожу в уголок скорее всего еще чуть-чуть вот сюда у него кстати хорошо будет очень под гровь наносить на следующем макияже мы это и сделаем нанесем его под гровь вот мне немного неудобно с тобой на руках набираю оттеночек который брала для растушевки вот этот вот и наношу еще раз его складочку поверх классати давайте возьмем зоеву 228 нанесем самый темный оттенок чуть-чуть буквально каплю-каплю я очень хочу растушевать уголок хорошо ложится этот оттенок мне очень нравится я если честно нелюбительность теней я сама нашу самый темный оттенок на нижний век еще чуть-чуть и затем ну прям стык нижнего верхнего века еще хочу набрать на кисть от шик сотенчик и еще пройтись под бровью немного под убрать излишки самого темного и потом еще раз силу поднасловить чтобы он более гладенок честно я в шоке у меня есть единственная палетка от ливен собак которую я никуда не отдала никому не подарила не попыталась его продать это зимняя коллекция как же называлась короче которая с цирком вот только она у меня есть еще раз наберу на кисть от на кап секрет самый темный и еще немного заведу на стык нижнего и верхнего века вот как-то так занятно занятно далее мне очень хочется нанести на нижнее веко наверное вот этот оттенок хотя нет оставим его для второго глаза побольше разнообразие было что ли возьму вот этот вот оттенок который у нас был растушевочный и нанесу на нижнее веко это у меня кисть поле вот не бредные нанесу на нижнее веко подстушевывая с предыдущим в этом видео не будет ни стрелок не прокрашивание слизистых потому что слизистые сейчас будут не рады таком ну что теперь наносим сияшки как я и говорила я хотела начали вот этот нанести оттенок но наверное в этот макияж я возьму вот этот вот оттенок и очень хочется вот это тоже попробовать возможно сейчас я их смешаю я нанесу скорее всего вот этот вот оттенок буду наносить без каких-либо подложек просто на чистую кожу и наносить я буду кистью от рублев о 0 8 играется достаточно неплохо и наношу его от центра переносится кошмарным я не хочу идти за давайте пальцем набираю его на палец полупрозрачным конечно переношу ближе к центру но этот оперный оттенок все таки самостоятельно он вообще не идет ну ладно попробуем сделать такой градиент небольшой ну значит набираем вот этот вот оттеночек и наносим его также пальцем и наношу его на все подвижное веко красиво но сейчас надо наносить его не пальцем я бы не искала наверно залипают нет кусочек один залип очень сильно и ни в какой не хочет никуда надеваться это выглядит пусть немного здесь на стыке подносить как то так это выглядит не могу сказать что плохо не могу сказать что я в восторге ну что я хочу взять опять кисточку с матовым темным оттенком и немного его подносить потому что за что не люблю наносить пальцем что-либо очень сложно контролировать куда наносишь и сейчас я стерла эту границу на самом деле удалось все цветами слоить вот как у меня злотик но неплохо неплохо дальше также набираю вот вот этот оттеночек еще раз попробовать на кисть прям набираю так хорошенько хорошенько и наношу начинаю на внутреннюю часть как будто бы придет ну наверное то же самое сейчас повторю на нижнем веке вот немного почему убрать усыпание конечно сыпется коричневый оттенок да и оба оттенка сыпется просто нещадно набираю так же на это кисть и наношу так я возьму кисть виктория с про 37 я набираю вот этот вот оттенок и уношу его во внутреннюю уголок глаз выбирается он конечно хорошо но кто-нибудь в тупом он же он елкий очень сложно с этими оттенками потому что вот этот вот наносится просто как прозрачные блестки а вот этот вот очень кремовый и наносится тем таким желтым цветом но ладно я его еще подносил и сделаю вид что так и было за мной он не совсем подходит для внутренней уголка как я думаю и наверное я сейчас возьму любую кисть бейли x08 и нанесу тот же розовенький который у нас был на верхнем мейке нанесу его прямо в голову неожиданно для меня это было конечно что он будет таким золотистым выглядеть так нанесу чуть-чуть на спонж неважного средства я не понимаю что делать с этим средством кто его пробовал и кому оно нравится пожалуйста пожалуйста как нам больно я его не понимаю просто не понимаю категорически у меня губа подсохнули а давайте у нас с вами есть такая вот помада давайте давайте мы ее нанесем в качестве топера хорошо в качестве бальзама она очень неприятная и как вы видите она очень сильно склеивает если честно очень хочется снять это средство сняла данное средство не возвращаюсь к средству это замечательная маски на минуточку на мис отлично распроявляется в какой-то момент оно впитывается и оставляет очень приятное ощущение то есть они не сусили но они такое ощущение как будто бы надвигаем очень классное средство вот оно мне нравится вот бальзам если честно я совсем рекоменда ну ладно видимо не я его целевая аудитория возможно стоило взять другой оттенок потому что он бы мне понравился больше но я взяла этот и что давайте я сейчас прокрашу ресницы для ресниц я возьму тушь биржи черное масло это наш с ней первая встреча посмотрим вот она будет с обеществом на удивление очень удобная кисточка мне кажется это очень даже неплохо да я продолжаю смотреть у меня только ты мне не стоит вижу ну вот второй слой мне очень нравится тушь красивый красивый естественный естественная разделенная мне нравится на повседневной основе я думаю я буду использовать эту тушь так на нижний век пока не наношу жду рука у меня без окна тушь на верхней теснице на втором глазу я хочу попробовать вот этот вот оттенок и вот этот вот наверное я хочу делать что-то за посолки что-то но начнем все равно с тушевки наши складочки набрала на кисть китти вот не бредная тушь тоже очень красивый закатная тема мне очень нравится усилен очень люблю такие оттенки когда-то ради такого оттенка я купила целую палетку вот прям почти такой же дом мы делали спала бабушка поэтому пришлось называться так я хочу здесь вот этот девочек и насти его мне очень интересно попробовать вот этот мне очень интересный стиль на все подвижный обек давайте наверное я сейчас еще немного попробую наслоить в помешанном уголке ведущие цены смотрим до какого состояния можно наслить не совсем удобно сейчас свет еще разочек попробуем будто все и той же кистина вредная и если что нанесем потом самое темное фиолетовое которое нужно сюда наберем палец набираю оттенчик красиво и уношу приносит достаточно неплохо наслаивается тоже красиво получается вот получается давайте еще понятное дело что если наносить для грейтера или какую-нибудь липкую базу вообще сейчас минимальное количество косметики мне очень нравится я не знаю вы меня удивили действительно удивили опять кисть с предыдущим отсеком не хочу подпишем органы дальше на нижнее веко пожалуй тоже это я на самом деле очень люблю такие макияжные 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 здоровые мне нравится чувствуешь щит есть можно взять рубеж джер без макияжные 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 хорошо такие кремовые детки волочек не подним у мы будем этот оттенок я не знаю сзади здесь нету названий есть только 1 2 3 4 они просто здесь по номерам ну значит измем первый оттенок далее возьму кистью клепач крови 17 время я выносу просто чуть-чуть но просто отдельные блесточки смотри просто отдельные блесточки честно мне не нравится мне нравится что вот этот скорее всего такой же эффект имеет как но вот это прямотечник давайте и нанесем в внутреннюю челюсть глаза и и вот вот такой вот макияж не учился вот эти вот бесполезные для меня блестки их носить никуда не собираюсь честным я ненавижу всякие бриттеры наши тоже вместе как красиво выглядит на грубах это маска просто лёгко пилотов увлажняем населением мужчины вовремя к суфле какой-то туши ты просто мой фаворит честно на нижние века наносится очень хорошо и очень даже удобно мне очень нравится эта тушь я удивлю кстати мне сейчас совсем не хочется носить сюда разным глазом не делается вышли в киеве и залезай макияж глаз стал конченов не борется с предъявительным и покажу макияж честно если убрать с палетки несколько оттенков то очень дорестующий побед что приступим пожалуй здесь есть бронзер это у меня есть еще один хайлайтер это за такой вот ответить на вопрос разъедает потому что практически нет ума даже вот эти вот практически нет тональное слово очень даже неплохо тоже странно мне не нравится а где цвет а цвет у нас выйдет погулять простите пожалуйста свет вообще погулять выйдет я сейчас нанесла просто этот до средства вот на руке я совсем чуть-чуть вижу что такое силиконовое непонятное что это оно его нет смотрите его практически нет да за счет этой силиконе без силиконистости остается что-то на руке это ничего где где вот что-то только мелкие волоски поприлипали больше ничего не произошло с этим сейчас на вторую скулу я не хочу его наносить я совсем не хочу ладно переступим палетки на сам берем кисть от депута выбираем красиво кстати бронзер мне нравится такой красненький почему-то были очень длинцы мишу новым в ориентации конечно зашкаливает конечно поставить им пятно вообще проще простого я пока пыталась понять где же он или себе как раз между под окончением этот месяц и что-то раздражение с вами по моему выбору что-то раздражение не нравится нарисовать в ковшую скуму там где ее сейчас и в принципе и попробуем кстати хайлайтер предыдущий я уже зафиксировалась все равно он дает какой-то блин на самом деле красивый летний формат с загаром будет смотреться без подложки очень даже не плохие так если смысл наносить помаду если честно я попробую буквально вы кто-то ее использовали чуть-чуть в мастер вы спросили с пальчиками не так-то мне нравится мне будет просто карандашик нанести чуть-чуть но и средства так называть средства не бальзам назовите топпер для губ тогда будет понятно что с этим делать потому что это просто топпер это не бальзам самостоятельным продуктом это назвать просто нельзя категорически нельзя ну что макияж завершён как я и говорила осталось у нас из палетки всего лишь два оттенка но я не вижу смысла еще раз что-либо смывать и браться еще раз за эту палетку скорее всего я к ним больше никогда не вернусь но может быть еще когда-нибудь за вот этим вот оттеночком это не факт но кстати вполне неплохая для меня палетка в поездку куда-нибудь когда мне не хочется чего-нибудь такого супер разнообразного то в принципе неплохо взять ее красивые сияшки действительно красивая наносится хорошо матовая отличная в принципе в поездке я бы ее с собой взяла честно скорее всего я ее также больше ни разу не воспользуюсь в принципе она мне понравилась я не думаю что это какое-то предвзятое мнение потому что когда мне понравилась полиция не сказала это фигня не стоит даже 700 рублей а 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 м Субтитры сделал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, что с ним вообще делать, как его пользуетесь Так, культура сияния от RBG Он очень легкий, приятный, не перегружает как-то лицо Не могу сказать, что гидропигментирован Но как корректор очень даже неплохо может сработать Вот именно чисто как освежающее средство Здесь абсолютно согласны на все сто Также у нас с вами сегодня на тесте была RBG Тушь Черная Москва безумно понравилась На удивление Нужно еще протестировать, как она будет в носке Но на крайний случай у меня есть солшебные средства Которые из любой туши делают что-то очень хорошо Она сибирная для меня Ничего не печатает Но посмотрим, как она отдельно с этой виду Маска для губ от PILUI У меня вообще понравилась, честно Прям моя любовь к PILUI Дальше у нас средства для бровей от Vivienne Sato Из новой коллекции Очень даже неплохо Я обязательно еще потестирую Посмотрю Пока что мне нравится Не все, но нравится Будем смотреть, безинвестировать Бальзам Vivienne Sato Пожалуйста, переименуйте это в топе Это не бальзам Это самостоятельно нельзя носить Потому что бальзам хочется наносить на губы максимально Чтобы его было много Ну, по крайней мере, нет Пожалуйста, сделайте так, чтобы Это было сразу же понятно, что это за продукт И для чего он используется Жидкий хайлайтер от Vivienne Sato Я тоже не поняла этот продукт Да, что это сприкрыто Сухим хайлайтером Но я не поняла этот продукт В качестве просто подложки Под какой-нибудь хайлайтер Как я под Джеффри искала что-нибудь Чтобы не так сыпались блестки И искала какое-нибудь средство Типа праймера Чтобы просто на него все прилипало Возможно, да Это средство хорошо ровно при этом Но в качестве самостоятельного Не мой вариант Палетка для лица очень понравилась Мне очень понравился бронзер Красивый цвет Почему-то мне кажется, что он с какой-то красненькой На мне и мне это очень нравится Красивый хайлайтер на лето Прям под загар самое одно Я правда не загораю Но будет красивым Вот Vigien Sato Вот такая красотка Мне нравится И качество интересное И матовый просто шикарный Вот честно, матовый В Vigien Sato Спасибо вам огромное Это реально очень круто Сияшки тоже интересные Больше всего понравилась вот эта вот сияшка И в первые дни в мет Вот тут у меня нанесена На внутреннем уголке И здесь нанесена На внутреннем уголке Красивый оттенок Красивая Честно, на море с собой взять Да, мне кажется Это хороший вариант В принципе, даже можно найти Применение И вот это будет оттенок В целом, палетка хорошая Стоит она своих денег Или не стоит Наверное, оценивать на мне Если вам нравится эта палетка То, естественно, качество хорошее Какой продукт, сколько должен стоить Наверное, определять не мне, а маркетологам Поэтому здесь я придержу свое мнение при себе Ну что, спасибо вам большое Что вы были со мной Если мне хотите рассказать Он даже падает Он даже не хочет у меня находиться в руках Как себя вести с вот этим вот средством Пожалуйста, пишите в комментариях Либо в телеграм-канале Где-нибудь Расскажите мне, пожалуйста Что это за средство Что с ним нужно делать Я его не понимаю Это просто телефоновая Какая-то штука Это мне больше всего бомбит Вот это вот средство Из всех средств Больше всего бомбит вот это вот Я его не поняла Ладно Меня накрыло Пойду бомбить дальше Всем рассказать, какое странное средство Ну что, подписывайтесь на меня Если вам понравилось Если вам интересно Словить за тем, что я делаю И я буду рада видеть вас В своем телеграм-канале Там я выкладываю обычно сводчи Какие-то распаковочки То, чего нет на Ютубе Чаще всего Не знаю, что еще сводать Поэтому до новых встреч